Я! Погласите весь список, пожалуйста! Уборка конюшен! Я! Подождите вы, гражданин! Всем привет! Сегодня будет у меня необычный рассказик о своей молодости. Но для этого нам надо возвратиться в далекий 1977 год. Я не случайно выбрал именно этот объект, что впереди. Это бывшая, когда-то в советское время, трамвайная депо. Сейчас здесь просто технический центр. И это отправная точка моего рассказа. Рассказ будет о том, как я впервые в жизни попал в милицию и на сутки. Итак, осень 1997 года. Я и Чесик Плечкан идем на проводы в армию друга Валеры Степанова. Как всегда, застолье. Отправка в армию. Отправляли у нас тогда на территорию РСУ в Гайке. Ну и решили поискать, как говорится, приключения на задницу. И пошли на танцульке. Идем по этой улице в направлении обувного комбината. И доходим мы вот до этого места. И на нашем пути стоит темный 412-й москвич. Подойдя к этому месту, машина нам мешала. И решили мы немножко попинать по колесам. Пожать капот на пружины, проверить. И начали свой путь с высоко поднятой головой. И выполнен долгом. И прямо на танце. Вот это злополучное место. Почему мы его не обошли, я сам даже не знаю. Что там знать, если были в изрядном подвыпитие. То, что в изрядном, готовые были. Еще на танце нас потянуло. Да, здесь в то время так же самое было. Окошко, но не по-другому все это было. И там сидел диспетчер трамвайного депо. Ну, а мы отправляемся дальше. Наше путешествие во времени. Да, а слово диспетчер. Еще мы вспомним об этом, но чуть попозже. Иду тем же путем, что и было тогда. И вот, подходим к конечной точке. Это бывший клуб комбината, волновый комбинат Далга. На этой площадочке у клуба собрались. Тогда, как и помню, стояло было очень много молодежи. Все толпились около входа в клуб. И вот, довольно отчетливо помню, что мы с Чесиком как-то очень совсем мало простояли на этом пятачке. Потому как нас быстро, нам, подверния к нам, подбежали, подбежала милиса, скрутили руки и в милицейский бобик. Как же так произошло, что очень так быстро все это было? Вспомним диспетчера и тот злополучный москвич. Оказывается, муж приехал к жене вечером, которая работала диспетчером в трамвайном депо. Ну, а муж оказался никто иной, как сотрудник милиции. И вот почему нас так очень-очень быстро загребли. Ну, а утром мы просыпаемся уже в предвителе. Дальше. Сон. Мне говорится, наш туманный советский сон постановил по 15 суток. Да. Чеське через 3 дня или 5 дней в армию. Знаю, как я в Китя, но вроде как Чеське потом говорил. Отец за ящик коньяка купил его из подвала с утками. Ну, а я уже остался и сидит в поле отец суток. Обычно всех супечников выводили на работу, но никакой злостного глигана не доставили отдельно. Это отдельное решение из выхода на работу. А, работа какая-то была, я расскажу. Вот, подметали улицы, на РСУ что-то делали. А, папка, бродячка, работал РСУ, еще подседал меня там. Вдруг меня не покажется. Насил сигареты, байки, но я был не выездной какая-то. А сидел эти отец нас встретил. Дома, конечно, покурили. Вот. Техниками тогда, когда я уже был, сидел у нас начались некоторые проблемы, обычно, за эту ситуацию уже сразу же отчисляли с техниками. Но, племя у меня же было уже последний, четвертый курс. Не знаю как, но родители ходили, владели это дело, скорее всего, там, не обошлось ничего-то. Я как-то и не спрашивал, и не потом, и никогда спрашивал. Вот. Такая была интересная ситуация другая моя. Поему сказу, конец, а кто слушал, молодец. Но зато у меня ко мне ребята довольно так стали более уважительно относиться после всего этого. Был такой случай. Ну, конечно, мы тогда нас поприлили на лосо, я довольно был. Тогда выглядел очень интересно лысым. И в клубе техникам было собрание, собирали нас, не помню по какой теме. короче, был представитель милиции женщины по делам несовершеннолетних. Ну, какая-то затем мы там дотронули они. Все как разготались и все и главное на меня все смотрят. Ну, и милиция эта женщина сразу поняла в чем все дело. Тоже такая была интересная картинка. в России. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Находили уже на самом берегу губище озерка затопленное Ну а некоторые материалы, также надгробные плиты, памятники шли на строительство Такая прискорбная судьба была этого кладбища Немножко прогуляемся, можно ехать домой А вот это видео, последний, вернее сюжетик, больше затронутый район 13-й школы По просьбе подписчицы попросила поснимать этот райончик Ну вот что осталось от еврейского кладбища, памятный камень На этом месте находилось еврейское кладбище Заложенное в конце 17 века и уничтожено в 70-х годах 20 века Вот еще некоторые стелы 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 Субтитры создавал DimaTorzok